Это любимое место отдыха и сочинцев и гостей курорта. Сюда приезжают на пикники. Гнездо совы находится в живописном месте, на берегу Мзымты. Внезапная проверка показала, арендаторы этой территории не утруждают себя ни уборкой, ни благоустройством. Повсюду мусор, туалет критики не выдерживает. Да и травму можно получить, не отходя далеко от стола, констатирует руководитель городской службы спасения. Вот, пожалуйста, вам спуск к реке. Ничем не оборудован, на свой страх и риск. Попробуем здесь спуститься. Очень аккуратно, все сыпется. Я так думаю, ни о каких, конечно, удобствах и безопасности здесь, наверное, речи вообще. Да, абсолютно, посмотрите, здесь полностью отвратительное состояние. Ничего не могу сказать по этому поводу, только вот развожу руки. Мусор не только на берегу, но и в реке. Его, скорее всего, оставляют туристы. Одновременно здесь могут отдыхать до 300 человек. Для того, чтобы расположиться за столом, нужно заплатить по 100 рублей с человеком. Паркинг тоже платный. Нетрудно подсчитать. В день арендаторы имеют минимум 20 тысяч рублей. В мэрии уверены, этих денег хватит не только на уборщика, но и на охранника, который должен обеспечивать безопасность туристов. А это уже соседняя зона отдыха под названием «Бережок». Ее владельцы предоставляют своим гостям, по сути дела, экстремальный вид отдыха. От столов до кромки воды менее полуметра. Заграждений и предупредительных табличек нет. После веселого застолья можно легко угодить прямо в Мзымту. А быстрая горная река такой беспечности не прощает. Выделено им три дня на устранение всех вышесказанных недостатков. Через три дня мы снова проедем комиссионно обследуем данные объекты. Те объекты, которые правонарушения свои не устранили, не устранили недостатки, будут вызваны на административную комиссию, на которой будет стоять вопрос о разрыве договорных отношений с данными собственниками. Только после трех часов работы проверяющим удалось найти здесь же, на берегу Мзымты, практически образцовое место для пикников. Как обеспечивается безопасность людей при нахождении на рекреационном объекте? При въезде у нас есть трафареты, раз, предупредительные. По габьону стоят тоже трафареты, установленные. Окупаться запрещается, уходить в воду запрещается за детей, отвечают родители, чтобы за ними смотрели. Обустроена здесь и зона отдыха для детей. Для тех, кто хочет прогуляться у реки, обустроили безопасный спуск. Есть и вода для мытья посуды и овощей. Единственная претензия к арендатору – нет места для курения. По закону, даже в пикниковых зонах курить за столами запрещено. Этот недостаток обещали устранить. Я не трогаю, не снимай, говорю. Не трогай, не трогай. Я сейчас полицию вызову. Ну вызову, тогда не мешайте работе. Проверка застала врасплох и рафтеров. В лодке дети, которым еще нет и 14. Организаторы этого экстремального вида отдыха знают, что нарушили закон. Поэтому и пытались препятствовать съемке. Теперь документы по факту сплава детей будут переданы в полицию. Организаторов рафтинга вызвали в мэрию. Рейды муниципальной комиссии по рекреационным объектам курорта продолжатся до конца летнего сезона. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.